Советские войска, освобождавшие станицу Славинскую, двигались с нескольких направлений, в том числе и со стороны посёлка Совхозного, который был освобождён днём ранее. 22 марта жители прибрежного сельского поселения, представители сельской администрации, общественных организаций, работники учреждений культуры, школьники у памятника павшим героям провели торжественный митинг. Земляков с такой святой для каждого жителя датой. 80-летием освобождения посёлка Совхозного от немецко-фашистских захватчиков поздравила глава поселения Татьяна Сайганова. С годами не меркнет величие подвига солдат-освободителей. Напротив, чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее осознаётся значение его в истории родного края. День 22 марта 1943 года вместе с горечью утрат и скорбью попавшим воинам навсегда внесён в летопись Великой Отечественной войны, как символ Великой Силы наших соотечественников и безграничной горе к победе. Мы выражаем огромную благодарность фронтовикам, освобождавшим нашу землю в те далёкие годы. Наш священный долг сквозь годы их поколения – нести память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии, героизме партизан, самоотвержданном труде тех, кто ковал победу в тылу. Мы – наследники легендарного поколения и никогда не уроним чести и славы наших дедов и отцов. Всем землякам хочу пожелать жизненной стойкости, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой. Более 22,5 тысяч славянцев отправились в годы Великой Отечественной войны защищать свою страну. 11 тысяч не вернулись. Они отдали свои жизни ради своих родных и близких, ради победы, ради сохранения независимости нашего государства. И сегодня потомки тех солдат-победителей опять были вынуждены взяться за оружие, чтобы снова сражаться за свою родину. Наше российское государство, обладая необъятными территориями и несметными богатствами, на протяжении всей своей истории было лакомым кусочком для наших дальних и ближних соседей. Все те, которые желали и желают нас уничтожить, руководимые из-за океана, встали в аккуратную европейскую очередь и продолжают свое черное дело. Вновь льется кровь, разрушаются города, гибнут люди. И сегодня, отмечая 80-ю Гадашиевну освобождение нашей малой родины от немецко-фашистских захватчиков, с горечью приходится осознавать, что та война до победы была не последней. Сегодня мы просим Господа только, прежде всего, о скорейшем восстановлении мира. Я желаю нам всем мира в наших семьях, на нашей земле. Храни Господь наше Отечество. Спасибо. В память о Великой Отечественной войне и солдатах-победителях в поселке Совхозном в 1975 году был установлен памятный знак воинам-землякам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. На нем высечено 57 фамилий бойцов, отдавших свои жизни во имя свободы нашей страны, во имя Великой Победы. В память павших участники митинга почтили минуту молчания, а затем возложили цветы к мемориалу. Не в землю нашу любви года, а приятный через день... Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».